Я хотел бы отойти, наверное, от классических вендорских презентаций, когда мы лепим кучу текста на слайды, умные картинки и так далее. Я пытаюсь себя заставить перейти к жанру такого стори-тейлинга, стендапа нынче модного, ну и так далее. Значит, о чем хочу рассказать вам сегодня? На самом деле, наверное, о следующих вещах. Это о том, как IBM видит себе блокчейн, какая стратегия IBM в области блокчейна, что IBM сделал уже для развития этой технологии. И поделиться с вами нашим опытом проектов по миру, потому что, на самом деле, чем больше я общаюсь с нашими западными и восточными коллегами, им тоже всегда интересно, что делать в других географиях. Соответственно, посравнивать себя там, ну и так далее. Про IBM. Если задавать самому себе вопрос, когда в IBM, наверное, зародился интерес к блокчейну, отвечу следующим образом. Наиболее, наверное, бизнесово направленность, ну, скажем так, в основном интерес-то формировался уже, на самом деле, в лабораториях, я думаю, несколько лет назад. Но именно бизнес-направленность это направление получила где-то в прошлом году. Вспоминая даже свой собственный опыт, когда я был участником конференции Сайбас в Сингапуре, это крупнейшая банковская конференция. Я поясняю, потому что, видим, здесь банковское сообщество не очень представлено. На самом деле, IBM уже тогда активно вел диалоги. Мы активно встречались с представителями банков финансовых структур. И по разговору с моими иностранными коллегами, где-то в прошлом году IBM начал уже формировать свою, именно, больше, наверное, бизнесовую стратегию с точки зрения отношения к технологии. И был довольно забавный факт, что, по мнению IBM, технология блокчейн в своей основе должна быть, безусловно, open source и доступна всем. Потому что это про распределенную ответственность, это про вообще распределенность, и крайне нелепо будет делать эту технологию проприетарной. IBM пытался найти уже на тот момент существующую технологию на рынке, которая удовлетворяла бы определенным критериям. Как правило, этот критерий был, в первую очередь, открытость, и второе, что самое главное, некая модульность конструкции. То есть технология не должна позволять реализовывать какое-то узкое направление юзкейсов. То есть не должна быть направлена только на криптовалюту, либо только на trade finance, либо только на какие-то аккредитивы и так далее. То есть она должна стать платформой, на которой можно создавать различные сценарии, делать какие-то различные уже продукты. И так оказалось, что на момент где-то середины прошлого года такой технологии на рынке не было. Уже к тому времени, да, был в полный рост и полный цвет биткоин, был эфириум, были и другие реализации, но они не подходили по этим критериям. И во многом поэтому IBM являлся, наверное, одним из наиболее активных инициаторов создания консорциума Hyperledger. Соответственно, кто про Hyperledger знает? Ну, слышал? Да что я вам-то рассказывать буду, вы все знаете. Консорциум был создан в декабре 2015 года, IBM вошел в число первых участников, и в начале уже этого года, 2016, датировал в консорциум несколько десятков тысяч строк кода. И на самом деле на текущий момент является одним из самых активных участников. Представитель IBM возглавляет Technical Steering Committee, технический комитет, и IBM активно развивает один из проектов в рамках этого, как сказать, более масштабного проекта. Hyperledger, это для тех, кто, наверное, еще не совсем про это дело читал и изучал эту тему, это подпроект Linux Foundation, и по признанию самой Linux Foundation самый быстрорастущий проект за всю ее историю. На текущий момент, я вот прямо сейчас посмотрел, если не ошибаюсь, 95 участников уже этого. Из российских компаний в сентябре на Сайбасе было подписано соглашение о том, что в Сбербанк вступает Hyperledger, и до этого уступила московская биржа. То есть, в принципе, в том числе и российские компании уже там представлены. Это что касается IBM и Hyperledger, я даже забыл переключить. Вот так он выглядит. Теперь программа по пионеров. Пионеры, по факту, наверное, на самом деле это мы с вами. То есть, те люди, которые в первую очередь щупают эту технологию, понимают, где она будет применима, ну и так далее. IBM буквально совсем недавно выпустил крайне интересное исследование, пытаясь, наверное, отчасти ответить на вопрос, который я слышу, ну, каждым, наверное, в второй какой-то конференции или встрече. А когда же, а когда же блокчейн уже будет широко доступен, когда появится все больше и больше предложений и так далее? Ответ на вопрос будет следующий. IBM опросил 200 финансовых организаций, или конкретно там financial institutions. И по итогам этого опроса получилась следующая картина, что на уровне 14% организаций сказали, что они будут использовать технологию блокчейн уже на стадии commercial use, это дословная цитата, уже в следующем году, в 2017. Большинство компаний, участников этого опроса, а именно 56%, если быть точным, планируют уже к коммерческому использованию блокчейн в 2018-2020 году. Ну и остальные примерно треть уже после 2020 года. IBM провел два таких опроса. Сначала были опрошены финансовые учреждения, а во втором опросе были банки. И надо отметить, что здесь у меня на графике финансовые учреждения, по банкам получилась практически та же картина. То есть 15% банков, и они были названы trailblazers, это как раз-таки пионеры. Я честно признаюсь, подчеркну для себя это слово, потому что до этого, я думаю, что в английском пионеры это pioneers. Поэтому вот теперь встречайте термин trailblazers. 15% банков будут готовы использовать блокчейн в каком-то коммерческом промышленном виде уже в следующем году. И примерно там 50 с чем-то процентов, 51, если не ошибаюсь, как раз-таки с 2018 по 2020 год. Что еще интересного в этом исследовании было сделано? Один из тоже очень популярных вопросов, а что же нам делать на блокчейне, где он будет эффективен и так далее. Уже, если я не ошибаюсь, вопрос звучал и сегодня. Соответственно, наиболее популярными сценариями были следующие. Это клиринг расчеты, это платежи, это различные долговые обязательства и, соответственно, некий reference data, как было указано в отчете, некая референсная информация. Презентация моя, наверное, будет потом доступна. Здесь еще есть интересная диаграмма с квадрантами по другим различным юзкейсам, на которые антируются банки. Но, повторюсь, наиболее, наверное, интерес вызывают именно как раз вот эти четыре области, где финансовые институты в широком смысле этого слова, то есть не только банки, но и различные биржи и так далее, направляют свои усилия. Про практику. Соответственно, что делается по миру, что делает IBM и так далее. Отмечу следующее, что на самом деле IBM свои продукты, свои технологии еще активно используют, в том числе и для себя. Блокчейн абсолютно не стал исключением, и IBM уже провел пилотирование этой технологии для своих внутренних нужд, для подразделения IBM Global Finance. Это финансовое подразделение, соответственно, формально отвечающее за все финансовые стороны вопросов в IBM. И блокчейн, как вот здесь на слайде я привел, что блокчейн используется в основном, предполагается к использованию, для разрешения конфликтных ситуаций. У IBM больше 44 тысяч различных поставщиков, и в принципе надо понимать, что во всей этой цепочке поставок, а грубо говоря, это могут быть сервера, могут быть какие-то софтовые продукты, могут быть даже сервисы, возникают различные там споры и диспуты. Для решения этой проблемы IBM пропилотировал технологию блокчейн. Соответственно, если здесь кто-то спросит, а какой текущий статус был проведен пилот, сейчас, соответственно, IBM решает, что делать, соответственно, с этим дальше, как именно развивать и как переводить уже в какое-то, может быть, более предпромышленное состояние. По миру, что делается не только внутри IBM, что делается, соответственно, с другими организациями. Значит, я привел, наверное, здесь такие наиболее популярные и открытые, соответственно, источники. Пилоты ведутся в основном, наверное, все же с финансовыми институтами, хотя выделяется Walmart. С Walmart был кейс в Китае вместе с одним из университетов по трекингу свинины. Соответственно, Китай является одним из крупнейших импортеров свинины, если я не ошибаюсь, на третьем месте после Японии и, по-моему, Мексики. Соответственно, и была такая ситуация, что в связи с условно-свинным гриппом, болезнью, точно не назову какую, часть продукции испортилась, соответственно, ценники были просто взвинчены. Соответственно, в Китае, Китай является, если не ошибаюсь, единственной страной, кто имеет резерв, соответственно, в свинине. Но, тем не менее, для отслеживания качества продукции, передаваем, опять же, с поставщика к поставщику, и по факту это юзкейс с supply chain. Соответственно, уже была пропилотирована технология блокчейн. Еще из интересного, к слову, можно на этой картинке посмотреть, сходится ли статистика. 7 из 10 компаний, когда я называл 4 наиболее популярных случаев с расчетами, с другими сценариями, 7 из 10 компаний исследуют именно эти 4 области. Если здесь у нас Bank of America, HSBC, это опять же Letter of Credit, это торговое финансирование, SBI Holdings, это про банды, GPX, Japan Stock Exchange. Исследовал, опять же, возможности трейдинга с фокусом на посттрейдинговые операции. В общем, получается так, что 7 из 9, если не брать Walmart, потому что он не финансовый инститюшн, поэтому статистику не входит, 7 из 9 у меня, по-моему, получилась организация, как раз таки входит в число вот этих, этого процента, который сфокусирован на наиболее популярных юзкейсах. Подробнее, наверное, остановлюсь на кейсе с Japan Stock Exchange. И здесь я, наконец-то, вы можете увидеть текст, который, к сожалению, с дальних рядов, наверное, не будет виден, но я прокомментирую. Основные, как сказать, выводы, как я это назвал, после пилота. Давайте я отойду, чтобы можно было сфотографировать, еще можно физиономию улыбающуюся сделать. Презентация будет доступна, если что, вы лучше меня фотографируйте. Я тоже, да, для связи всегда, пожалуйста. Значит, GPX не стал исключением, и даже по своему опыту, по своей практике здесь на российском рынке могу сказать, что в основном первые обсуждения про блокчейн ведутся всегда, а вот есть биткоин, а вот это откуда что и так далее. То есть люди начинают думать сначала про биткоин. И это логично, на самом деле. В первой части своего исследования GPX исследовал возможность как бы взять именно наследие блокчейна из биткоина и, соответственно, попробовать его применить уже для других целей, в том числе и для торгового финансирования. Выяснилось по исследованию GPX, а пилот делался вместе с IBM, что Proof of Work не сильно годится для различных расчетных операций ввиду, соответственно, его работы ввиду небольшой пропускной способности или, дословно, в английском throughput. Соответственно, GPX также отметил, что, скорее всего, это некое все же допущение, что решение этой проблемы в Proof of Work имеет некий долгосрочный характер, поэтому надо искать какие-то альтернативные способы достижения консенсуса, альтернативные источники повышения throughput. Соответственно, и для этого они в пилоте использовали платформу Hyperledger, где нет ни Proof of Work, нет ни Proof of Stake, там используется PBFT, Practical Byzantine Full Tolerance, соответственно, определенный механизм достижения консенсуса. Интересным моментом является то, что пилот был выполнен в публичном облаке, а на российском рынке существует такое осторожное, я сказал бы так, отношение к облакам. В принципе, в пилотах ничто не мешает их использовать, и Japan Stock Exchange продемонстрировал это на собственном примере. Про уже конкретно юзкейсы. Коллеги взяли, наверное, полный спектр операций торгового финансирования, разделили их, как правило, на две части, предторговый, соответственно, и пост, предрейт и пострейт. И по их мнению, что было указано в отчете, предрейт операции для блокчейна годятся не очень хорошо, потому что там, во многом, нужна достаточно сильная сериализация и достаточно сильная пропускная способность. Соответственно, а вот пострейт операции, как раз-таки они наиболее интересные. Из них, опять же, они выделили clearing и settlement, а также различные внебиржевые операции. Соответственно, что опять же бьется волшебным образом с исследованием IBM о наиболее популярных сценариях. Какие были сложности? Всегда же интересно во всех пилотах понимать, какие были проблемы. Соответственно, GPX отмечает, что наиболее узким местом являлось последовательное выполнение смарт-контрактов. Даже не сколько сама реализация, а именно их последовательное выполнение, что, в принципе, влияло на, естественно, общую продуктивность системы. Если я не ошибаюсь, они отметили, что они достигли общей производительности на уровне нескольких сотен ТПС. Соответственно, также было отмечено, что для ряда невысокоинтенсивных операций этого вполне достаточно. Но если мы говорим про большой поток, соответственно, транзакций, то здесь уже, конечно, надо думать о повышении производительности. И ключевая причина для них, и в том числе, когда у нас была с ними встреча на Сайбосе, они это и подтвердили, Japan Stock Exchange является оператором обслуживания. То есть они формально обслуживают инфраструктуру проведения сделок. Соответственно, блокчейн для них является одним из способов повышения high availability. Для меня это было несколько удивительно. Я ожидал услышать что-то другое, но тем не менее, как оператор именно инфраструктуры, они заинтересованы в обеспечении в большей степени его нефункциональных показателей, как надежность, безопасность, готовность, доступность и так далее. Блокчейн они предполагали использовать именно для повышения high availability. Также в отчете еще приведено сравнение, поможет ли блокчейн снизить стоимость. Потому что, опять же, по собственному опыту могу сказать, наверное, каждая вторая или третья организация, с которой мы общаемся, говорит, что блокчейн open source. Соответственно, если мы внедрим блокчейн, мы можем снизить стоимость. Соответственно, GPX предполагает, что в дальнейшем с использованием блокчейна да, возможно сократить стоимость по эксплуатации инфраструктуры за счет сокращения количества инвестиций в hardware, software и maintenance. Что еще? Не могу не припиарить самого себя. Читайте на хабре статью. Мои мысли по поводу опыта пилотных проектов выполнены здесь в России. С различными организациями. Наверное, подробно останавливаться не будем. Поэтому призываю, вот ссылочка, читайте. Высказывайтесь. С точки зрения, может быть, организационных шагов и показателя серьезности IBM в намерениях по развитию этой технологии. Что IBM сделал? Уже анонсировано, уже существует и во все функционируют так называемые блокчейн-гаражи. Наверное, условно можно назвать это некими лабораториями, но идея гаража, а у нас есть такие гаражи, в том числе и для Bluemix. Разомнемся. Bluemix, кто слышал, знает. Bluemix. Да ладно, нет. Так. Да, да, да. Естественно, голубой цвет, но голубой гигант. Плохо. Это печально. Bluemix – это облачная платформа от IBM. Уровня Platform as a Service и Infrastructure as a Service. Призываю использовать. В том числе и Hyperledger. На текущий момент сервис доступен в бета-версии. Можно заюзать из Bluemix. Поэтому призываю вы хотя бы расширите свой куркозор. Соответственно, 4 блокчейн-гаража. И Bluemix-гаража находятся в том числе в этих же локациях. Уже во все функционируют, повторюсь. Я выставки картиночки выложил. Лондон. Так как спрашивают, наверное, бессмысленно, картинки мелкие. Нью-Йорк, Сингапур и Токио. В том числе IBM развивает индустриальные компетенции. И по своему опыту могу сказать, что мы очень много взаимодействуем с центром картинка вот здесь. Может быть, первые ряды попробуют угадать, что это за картинка. Ну, хоть идеи. Ну, давайте, разомнитесь. Уже все. Близко. Тоже недалеко. Недалеко все. Это Гронинген. Кто был в Гронингене? Я не был. Вот тоже. Я только, что называется, на каких-то нейтральных площадках встречаюсь с ребятами оттуда. В Гронингене очень сильно сейчас развивается индустриальная компетенция. То есть там находится, опять же, наверное, в условно русском языке некий лаборатория. По факту, центр of excellence, если говорили, центр компетенции, наверное, в русском языке. Где сидят ребята-специалисты именно по блокчейну, которые выполняют пилотные либо другие задачи с различными заказчиками по миру. Но они фокусируются в большей степени, конечно, на Европе. И в том числе IBM активно подходит к вопросу проработки технологий ее дальнейшего будущего, в том числе и в ресерч-центрах, естественно. Одна из лабораторий есть в Москве. Также есть довольно крупный по историческим причинам центр в… Ну вот эту картинку угадаете? Там больше народу было. Нет. Ну похоже же. Я когда из гугла брал. Не-не-не, вот это, вот это, вот это, вот это. Сингапур, вот это. Базель близко, прям очень близко. Сурих, да. В Сурихе. Большая исследовательская лаборатория IBM, занимающая, честно, не только блокчейном, но сейчас в ней есть специалисты, которые также, собственно, разбираются и в этом, и проводят исследования в этой области. Чем IBM может помочь? Конечно, я не мог не ставить этот слайд. На самом деле всем, наверное. Потому что, в принципе, IBM подходит к развитию блокчейна, к вопросу о стратегии. Не только в том, что у нас есть платформа, у нас стандартные есть какие-то железо и софт, на которые там можно ставить блокчейн. Нет. Если вспомним начало моей презентации, IBM активно развивает саму технологию, являясь активным участником консорциума Hyperledger. В том числе, говоря там про платформы и технологии, Hyperledger пока в бета-версии доступен из Bluemix. Плюс Hyperledger возможен к запуску на любом из наших железа, будь то Power, будь то Mainframe. Мы, соответственно, готовы к совместной разработке. Уже все центры, собственно, я… Точнее, даже часть центров. Это, естественно, не все центры компетенции по блокчейну IBM. Это, наверное, такие наиболее известные. А, в принципе, готовы к совместной работе, готовы прорабатывать пилоты, готовы общаться, готовы к взаимодействию. Спасибо. На этом у меня все. Спасибо. Вопросы? Я увидел, чем вы можете помочь, но не совсем понял, на чем IBM собирается зарабатывать. Можете рассказать, пожалуйста, об этом? Собираетесь ли вы зарабатывать деньги на блокчейне? Я когда шел сюда, все думал, будет такой вопрос, не будет. Вот он, пожалуйста, все люди циники. Значит, наверное, на текущий момент говорить о каком-то там громадном заработке, и так далее, неправильно. По той простой причине, что некий фундамент развития технологии, именно Hyperledger, все же надо еще развивать. Соответственно, здесь, может быть, будет один из других вопросов, насколько он готов к промышленному использованию. Я бы ответил так, что мы на пути к этому. Поэтому на текущий момент кардинальное большинство усилий IBM сосредоточено на том, чтобы именно довести технологию Hyperledger, которая, повторяю, open source, до уровня enterprise ready. Более близко, наверное, отвечая на вопрос о коммерциализации, назовем это, как сказать, более культурно, при более зрелой версии Hyperledger я делаю допущение, что сервис Bluemix, который сейчас в бете, перейдет в, соответственно, стандартное использование. Плюс IBM активно развивает Hyperledger на своих железных платформах. То есть, в принципе, никто не запрещает запускать его на платформах. Плюс, возможно, развитие продуктов или сервисов на базе именно open source технологий, каких-то уже готовых enterprise решений. Соответственно, об этом сейчас говорить достаточно рано, потому что, повторюсь, еще надо довести именно open source платформу для полного использования. Но, тем не менее, в перспективе это возможно. А что делает Bluemix вообще? Bluemix – это облако, публичное облако IBM. Есть сервисы не только IBM-овские, я имею в виду приложения, куча open source, в том числе, возможно, запуск контейнеров, virtual machine, в общем, в принципе, все, что угодно. Может быть… Есть сервис Hyperledger в бете, который доступен из Bluemix. Заходите, собственно, разворачиваете две кнопки и пользуетесь. Еще раз, не понял вопрос. Функционал практически, то есть, вот есть, вот, через ремонт, решение, все, в ход. Ну, прощение, лучше потом через микрофон, там же будет написано. Да, мы тут для задних рядов, мы ведем, сейчас я пытаюсь сформулировать дискуссию о возможности использования Hyperledger через Bluemix. Видимо, какая в этом польза, value, зачем это и так далее. Ну, то есть, вообще, конечные какие-то понятные для стартапов или предпринимателей решения. То есть, тот функционал и простое, понятное, как бы, позиционирование этого функционала от IBM, который отличает то, что есть на рынке. То есть, можно сделать там все же… Большая часть решений, которые на этом рынке, они open source'ные. То есть, можно взять и сделать форк чего угодно, там, заточить его под свои задачи и так далее. То есть, какая стратегия IBM в этом смысле, то есть, чтобы простому, понятным, что мы сделали вот это, и оно лучше для вот этого, потому-то. Попытаюсь сейчас ответить на вопрос, он просто очень многогранный. Значит, по поводу форков и так далее. Hyperledger доступен на GitHub, соответственно, условно берите, делайте, что хотите. К этому никто возражать не будет. Соответственно, он сейчас обновляется очень сильно, IBM принимает активную часть, соответственно, следить за обновлениями, что называется, чтобы ваш форк там не ушел куда-то в небеса. Но по поводу вот как раз можно ли сделать форк, берите, пользуйтесь. Соответственно, уходите в сравнение там с различными другими фреймворками, которых действительно много, можно там долго и упорно. Наверное, основные отличия Hyperledger, так если кратко, это то, что механизм консенсуса не proof of work, не proof of stake, не основан ни на каком-то майнинге. Соответственно, здесь как раз к вопросу опять же о стратегии. IBM видит блокчейн и развивает его для использования на уровне enterprise и ориентируется на permissioned blockchain. Это важно. К вопросу о преимуществах, опять же, я говорю, другой алгоритм консенсуса. Он подходит, ну каждый алгоритм консенсуса подходит для своих случаев. Соответственно, для, опять же, уровня взаимодействия в неких закрытых консорциумах уровня enterprise консенсус, основанный не на майнинге, подходит лучше, соответственно. Вторая идея, которая заложена в Hyperledger, это идея модульности. То есть, если взять основные модули как тот же консенсус, различные механизмы по безопасности, авторизации, идентификации и так далее, саму технологию хранения, то все эти модули, они должны быть именно модульными. Извините за тавтологию. Имеется в виду, что в перспективе, возможно, что алгоритм консенсуса, который сейчас есть по BFT, он может быть заменен на другой и заменен условно без каких-то больших трудозаторов. Именно модульность. Как вставили, есть некая платформа в основе, а дальше захотели другой алгоритм консенсуса, взяли, ставили другой. Захотели другие механизмы, идентификации, либо чего-то еще, взяли, ставили другие. Соответственно, это перспективы, то, что заложено, это как раз к вопросу о стратегии, как это мыслит IBM. То есть здесь опять же говорить о том, что IBM только развивает Hyperledger, не совсем корректно, потому что участников, повторюсь, нам на уровне уже сотни. IBM, да, входит в число премьер-мемберов и есть отдельный подпроект, который развивается в основном, наверное, силами IBM, ну и с другими участниками в том числе. Поэтому здесь вообще стратегия IBM по блокчейну – это Hyperledger. Ну, в общем, это конструктор для блокчейна решений. Конструктор платформы я бы еще добавил бы, наверное, как-то вот так. Для различных из кейсов. То есть сейчас IBM не планирует сужаться. Смарт-контракты есть. Да, конечно, да-да, смарт-контракты есть. Соответственно, в перспективе, опять же, это некий модуль по поводу языка разработки. Нет, он есть. Смарт-контракты, пожалуйста, пользуйтесь. Да, извините, я сделал главную ошибку. Владимир, хотел спросить. Интернациональные бизнес-машины имеют какие-то планы совмещения компьютера Watson и блокчейна? Вот хороший вопрос. Вот мне он прям нравится. Спасибо. Отвечу следующим образом. Опять же, перепроверил до презентации. Я даже не верил, что будет такой вопрос, но это прекрасно. Уже есть даже демка, выложенная на официальном сайте, комбинирующая в себе, наверное, три таких перспективных интересных темы. Это Watson, это блокчейн и интернет of things. Соответственно, в Watson есть сервис, Watson как платформа. Соответственно, маленькое дополнение, что если кто-то представляет, что Watson какой-то там ящик или там киборг, это не совсем корректно. Watson от того момента, когда он выиграл игру Geopardy, сильно перерос уже в платформу, которая включает все одно количество сервисов. Один из сервисов, там интернет of things. Соответственно, есть уже демка прямо на сайте, что называется, чтобы не описывать корявым языком, там проще посмотреть, потыкать. Watson IoT и блокчейн. По факту это юзкейс, цепочка поставок, supply chain, соответственно, как от, если не ошибаюсь, там от корабля, товары переносятся, соответственно, куда-то там дальше. Поэтому вот как бы одно из уже реализаций шагов в дальнейшем. Метод данной IBM через блокчейн, чтобы они оставались в управлении тебя, а не компанией IBM. То, чтобы метод данной, все полученное оставалось у тебя. То есть, Watson обработал, а ты полученный. Прошу прощения, у нас уже время подошло, поэтому имеет смысл. Я готов пообщаться дальше. Как раз сейчас будет кофе брать, на нем можно и пообщаться. Как раз сейчас будет кофе брать, на нем можно и пообщаться.